Аквариумистики Дабы оставаться в рамках нашей рубрики, предлагаю почитать нашу интересную книгу и узнать, какая информация была у любителей аквариумистики на середину 80-х годов прошлого века. Ну и конечно же не обойдется без моих комментариев. Куда уж без них. Пеликохромис пульчер В тропике центральной Западной Африки является орудиной очень пестрых цихлиц, наиболее распространенной из которых среди аквариумистов оказалась Пеликохромис пульчер. Вид завезенный в Европу в 1951 году. Взрослые рыбы достигают длину 10 см. Характерный признак самок – вишнево-красная окраска боков тела и брюшка. Они меньше самцов и полнее их. Разведение попугайчиков не связано с особыми проблемами. Оптимальной для этого является вода 24-26 градусов температуры, PH 7 градусов, DGH 10 градусов и DGH 2 градуса. Это водопроводная вода. Рыбы образовывают стабильные пары, нерестятся в 50-100 литровых резервуарах, в которых помещают цветочные горшки без дна. Самки мечут коричнево-красные икринки диаметром 2 мм на верхнюю поверхность полости или на их бока. Личинки появляются через 3 дня, а мальки начинают плавать на 10-й день. Родители водят мальков 3 дня. Иногда всю заботу о потомстве на себя берет самка. Некоторые пары, хотя и редко, могут поедать икринки. Так что помет следует перенести в отдельный сосуд. Первым кормом малькам служат наупли артемии. Попугайчики являются достопримечательностью любого декоративного аквариума. Кроме периода нереста, рыбы миролюбивые. Их можно держать в общих аквариумах с родственными и сравнимыми по размеру рыбами. Но все разнообразие их повадок, как и всю привлекательность этой рыбы, можно увидеть лишь поместив их отдельно. Поскольку родители часто водят молоть, аквариум выглядит достаточно заполненным. Рыб кормят обычным живым кормом и качественными хлопьями. Я неоднократно содержал пелик ахромисов в своих аквариумах. И могу сказать, что это на самом деле очень интересная по поведению рыбка. И очень красивая по окраске. Мне очень жаль, что в современной аквариумистике, ну по крайней мере по Новосибирску, я наблюдаю такую картину, что рыбки эти встречаются довольно-таки редко. Ну по крайней мере намного реже, чем гибридные красные попугаи, которые к нам летят из стран Юго-Восточной Азии. И хотел бы поделиться своими наблюдениями о этих рыбках. В книге правильно указано, что вне сезона размножения попугайчики, ну миролюбивые. Ну хотя это слово к ним не очень все-таки подходит. На самом деле так и есть с другими рыбами, особенно если это рыбы родственные из цихловых, или какие-то крепкие подвижные, типа боцей, например, клоунов. Каких-то лабио, например, гиринохейлов, ну вот что-то другое. Самые, понятно, какие-то попугайчики живут нормально, без вопросов. Но много раз замечал, что у них достаточно высокая внутривидовая агрессия. Поэтому, если вы держите попугайчиков не парой, что самый лучший вариант, а группой, то постарайтесь разместить их в просторном аквариуме с большой площадью дна и с большим количеством укрытий. В идеале, чтобы на каждую рыбку обязательно было какое-то укрытие, чтобы более слабые могли уплывать. Потому что, если не будет такой возможности, попугайчики убивают друг друга, видел это неоднократно. Причем самки, в отличие от самцов, более энергичные в этом плане и более злобные, что ли. В общем, не на жизнь, а на смерть дерутся. Отличительным моментом еще поведения, хотел бы отметить, вот на видео это видно, как самочки подставляют свое брюшко, боком играют с самцами. Это вот поведение такое, я наблюдал только у попугайчиков, другие рыбы такого показать не могут. Вообще, самки очень нарядные, красивые, вот это пятно на брюшке смотрится классно вообще. Ну и по выращиванию, по получению производителей идеально, если, ну как и у других цихлит, пара отойдет сама. Поэтому, рекомендую покупать попугайчиков не два, а сразу штук 5-7. Садить в просторный аквариум и выращивать до половозрелости. В дальнейшем, отошедшую пару, я рекомендую отсадить, ну, возможно, не в отдельный аквариум, а отдельно от других попугайчиков, что с другими цихлитами, опять же, или, как я говорил, с крупными, соразмерными, подвижными рыбами, к которым попугайчики относятся не так агрессивно, как к своим родственникам, особенно в период нереста. У меня благополучно пара пельвикохромисов сидела в водной части полюдариума, а это, я вам сейчас скажу, длина 65, ширина 35, и высота водяного столба всего было сантиметров 20. Ну, в общем, литров 30 всего было, но при большой площади дна. Там были укрытия как раз в виде каких-то керамических декораций. И так вот, при вот таком моносодержании попугайчики чувствовали себя отлично. Регулярно метали икру, и потом можно было наблюдать, как среди корней анубиасов между горшками двигается процессия, впереди которой отец попугайчик, за ним несколько десятков мальков мелких, и замыкала эту всю процессию самка. Причем неважно, что в аквариуме больше никого не было, они именно вот вводили, именно выгуливали малька. Смотрелось это очень хорошо. Поэтому уже отошедшую пару можно посадить, по большому счету, даже в не очень большой аквариум, литров 40-50. И им будет, ну, естественно, это при отдельном содержании, потому что во время нереста попугаи будут считать этот аквариум полностью своей территорией, и остальным рыбам не поздоровятся. А бьют они достаточно сильно рыбу. Вот такие моменты. Малька сразу, я, поплывшего малька, я сразу начинал кормить наукли артемии, причем не обязательно все время, в идеале, конечно, первые, вот самые первые кормления давать наукли живыми. Но если возможности такой нету, то, в принципе, можно и замороженную. Я вот знаю точно, что барон продает наукли артемии уже выведенных, замороженных. Можно самому, когда вы ставите артемию выводиться, а первый день, например, закладывать борщу сразу, и сливать ее, замораживать, отсаживать, замораживать. То есть первый день давать, например, свежую, а в дальнейшем откалываете кусочек в теплой воде, размораживаете, выливаете, едят они тоже хорошо. Вообще к кормлению неприхотливые они, и малек поднимается очень хорошо, не надо каких-то там специальных корма, какие-то нематоды, что-то там с инфузорией. Первый корм сразу наукли артемии. Все, в дальнейшем переводите на сухие качественные корма, и все в порядке. И я, конечно же, хочу порекомендовать всем любителям, особенно цихлит, конечно. Да, и как бы тем, кто держит смешанный аквариум, желательно, конечно, чтобы он был литров от 50, хотя бы 60, с такими, с рыбами, которые подойдут при содержании попугайчиков, я советую и вам тоже завести в свой аквариум, приобрести пельвикахромисов. Опять же, желательно в мальковом возрасте, чтобы из них уже вырастить хорошую крепкую пару, и понаблюдать за их брачными играми, за тем, как они вводят мальков. Тем более, что они, как правило, в основной своей массе родители заботливы, и в редких случаях только поедают икру при каких-то неблагоприятных условиях, или, может быть, когда им не дают просто соседи, беспокойные, удержать икру. Так что, вот, советую вам приобрести таких рыбок и самим понаблюдать за ними. И на этом наш выпуск закончен. Я надеюсь, что информация оказалась для вас полезной и понравилась вам. Пишите об этом в комментариях под видео, а также заходите в группу канала ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании канала и в шапке канала. Ну, а я желаю вам много удачи в нашем интересном хобби. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok